А с понедельника, друзья, начинается Масленица. Масленица. Первая неделя перед Великим Постом. Что можно делать на этой неделе, что нельзя делать? На вопросы о Масленице отвечают православные священники. В эфире Сергей Ярмула, протеерей. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот у нас немножко не та картинка, сейчас мы вас покажем, мне очень хочется увидеть вас. Здравствуйте. А что можно посоветовать тем, кто собирается праздновать Масленицу? Ну, в первую очередь, наверное, не переусердствовать с подготовкой. Что вы имеете в виду? Ну, у нас люди любят найти себе повод. Повод хорошо погулять. И Масленица является, опять же, для многих людей вот таким поводом. Но в первую очередь хочется заметить, что Масленица – это не повод напиться и наесться как можно больше, а это повод духовно подготовиться к наступающему Великому Посту. И сейчас есть такая вот нехорошая тенденция. Перед Великим Постом, в конце уже Масленицы, в неделю воскресенье прощённое, в неделю изгнания Адама из рая, в прощённое воскресенье все шлют друг другу открытки. Это ужасно, это действительно ужасно. Да, да, да. Вот хочется заметить, что это грубая новая какая-то традиция, которая ничего не имеет общего с православием. Мы должны просить прощения перед теми людьми, перед кем мы действительно провинились, а не слать, кому попало и что попало. – Хотелось бы, чтобы сейчас вас действительно услышали. Вы совершенно правы, как человек верующий, но, в общем-то, достаточно поверхностно, тем не менее я могу судить, что большинство тех людей, которые считают себя православными, что они знают? О том, что сейчас надо печь блины, о том, что прощённое воскресенье отправить открыточку, и можно работать в этот день, а точнее, что в этот день нельзя работать. Большинство вот этими знаниями и ограничивается. – Ну да, и как бы насчёт работы, кстати, в этот день могу заметить, что вообще в любой воскресный день в первую очередь мы должны посвятить Богу, посвятить церкви, то есть прийти в храм, помолиться, причаститься. Вот в первую очередь, что мы должны делать не только в Масленицу, не только в прощённое воскресенье, но и в каждое воскресенье. И работать уже после этого, после того, как мы посвятили себя Богу, посвятили день Богу, можно после этого и заняться какими-нибудь добрыми делами. Не на благоугождение себе, а вот именно на какими-то добрыми делами для своих причин. – Суть Масленицы, суть вот этой недели – подготовка. – Суть недели – подготовка к наступающему Великому посту. Духовная подготовка. – Да, вот я хотела спросить, что вы включаете в это понятие подготовка? – Ну, тут у нас подготовка духовная, как я всегда говорю. В первую очередь, это собрать все мысли свои, сделать ревизию, продумать о том, что я делал неправильно, и изменить себя. Что в эти дни, в дни Великого Поста, которые у нас идут, мы будем все принимать участие в покаянии. Многие придут в храм на исповедь, на причастие, но исповедь и причастие невозможны без метанои, без перемены ума, то есть без истинного покаяния. Когда человек, действительно осознав свои ошибки, приходит к тому, что их надо исправить, их надо, свою жизнь надо изменить. И вот эти дни подготовки, они и направлены на то, чтобы изменить себя, изменить своё отношение. Ну и, конечно же, подготовка будет такая диетическая, небольшая, так как Великий Пост – это строгий пост. Мы в него входим постепенно, постепенно отказываемся от мяса, потом постепенно у нас неделя, когда мы кушаем всё, кроме среды и пятницы, и потом неделя уже, когда мы, отказавшись от мяса, вкушаем только сыр, молоко, яйца, то есть постепенно подготавливаем организм. Но это диетическая подготовка. Она не о том, не о посте, не о самом празднике, а о подготовке именно духовной. Ну, очень многие на этом и останавливаются, да, и считают, что уже совершили какое-то преодоление. Такой, знаете, вопрос, возможно, неправильный, но очень интересно, возможно, не вам его нужно задавать. Но хочется услышать от вас, что в современном праздновании масленицы напоминает о язычестве, ну, кроме открыточек, да? Выпечка блинов? Я, когда готовился к этому эфиру, немножко поработал с интернетом, чтобы узнать, какие действительно у нас есть корни у этого праздника. И нашёл как минимум четыре версии происхождения масленичной недели и непосредственно праздника масленицы. Одна из версий – это то, что праздник масленицы был перенесен во времена христианства, с дня весеннего равноденствия, был перенесен на начало Великого Поста, чтобы Великий Пост не праздновать этот день весеннего равноденствия, не увеселяться в дни Великого Поста. Вторая версия – это то, что праздник масленицы посвящён богу скота, волосу. И этому богу в качестве жертвы приносили масло. Поэтому неделя называется масленичная по древней ещё языческой традиции. Есть традиция, кстати, по поводу блинов, что вообще эти дни были поминальными днями и жили костры для того, чтобы призвать душу умерших на этот праздник. А блины – это была обрядовая еда поминальных дней. Поэтому и пошла традиция печь блины. Ну и есть, конечно, версия такая, которой больше всего придерживаюсь я, что это просто народом было загопение на Великий Пост. Все люди знали, что 50 дней придётся голодать. И просто вот так вот готовились к Великому Посту, проводя время в таких увеселениях, чтобы навеселиться аж на полтора месяца вперёд. Спасибо большое. Сергей, время ограничено. Скажите, пожалуйста, когда в этом году Пасха? Пасха в этом году 2 мая. 2 мая. Готовимся? Готовимся. Спасибо большое. Хорошего дня. Искренне. Сергей Ермула, протеерей в нашем эфире. Как будет праздноваться Масленица в Днепре? Информатор рассказывает вот заголовок такой. Днепре отметит Масленицу 21 сердючкой и сладкой ватой. Где будет праздник, друзья? 14 марта городская власть планирует провести в Днепре торжество Масленицы и отметит довольно необычно. С пародией на Верку Сердючку и сладкой ватой вместо блинов, а ещё со скоморохами. А где же это будет происходить? На улице Передовой, на аллее перед школой конного спорта. Друзья, и перед гостями выступит Евгений Мещеряков, который будет изображать Верку Сердючку. По этому же поводу на фейсбуке, на странице НД райончика нашла вот такую красивую картинку. Мне она очень понравилась, очень позитивная. Показываю и вам. Масленица, 14 марта в 13 часов, сквер возле конно-спортивной школы на передовой. Семейное свято, концерт, ярмарка. Масленица, всех приглашаем. Не говорите, что мы это приглашение не озвучивали. Масленица, древнеславянский праздник, посвященный проводам зимы и встрече весны. Масленицу принято отмечать в течение всей недели. Она является переходным праздником. Дата ее празднования меняется каждый год. И, конечно, напрямую зависит от Пасхи. Традиционно, Масленица отмечается целую неделю накануне Великого Поста. Чтобы узнать, когда будет Масленица, необходимо от даты Пасхи вычесть 48 дней. В этот день начинается Великий Пост. Именно неделя перед этой датой является Масленицей. В 2021 году Великий Пост у православных христиан, как уже было сказано, начинается с 15 марта. И поэтому первый день Масленицы приходится на Международный Женский День. Таким образом, в этом году Масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта. Масленица, кстати, празднуется не только в Украине. Аналог Масленицы до сих пор празднуют в Чехии, Дании и Англии. Широкой известностью пользуется Масленичный карнавал в Рейнской области, Рейнольде. Здешний карнавал – это веселье с четверга до вторника. В Кёльне Масленичное гуляние называется «Фастоловенд». А в украинской культуре каждые 7 дней недели имеет свое название. Понедельник – встреча, вторник – заигрыш. Среда, друзья, это лакомки. Четверг – разгул. Пятница – тещины вечерки. Суббота – заловки на посиделки. Воскресенье – проводы. Последний день Масленицы – так называемое прощенное воскресенье. Нужно простить прощение у того, перед кем чувствуешь вину. Причем ответ прощающего должен быть таковым – Бог простит. Ну а с чем мы встречаем Масленицу, расскажет шеф-повар Игорь Бала. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас прошу, ну наконец-то, посоветуете какой-то лайфхак или какой-то проверенный рецепт блинов, чтобы были красивые и не оставались, не пригорали к сковородке. Ну, на самом деле рецептов очень много, но вот рецепт самый такой распространенный, он очень легко запоминается. Так, давайте, мы записываем. Берем 250 грамм муки. Так. 250 грамм молока. Так, пока просто. И 250 миллиграмм воды. Очень просто, так. И три яйца. Так. Соль, сахар по вкусу. То есть три раза по 250 и три яйца, очень легко запомнить на самом деле. Так. Да, соль, перец у нас по вкусу, можно добавить немножко сахара. Это в зависимости от того, кто какие блины любит, или соленые, или сладкие. Ну и всю эту смесь взбиваем венчиком, но преждевременно не забываем муку просеять через сито, чтобы обогатить кислородом. Даем настояться 5-10 минут, чтобы мука набухла. И добавляем немножко растительного масла для того, чтобы, как вы говорите, блины не прилипали к сковородке. Ага, вот я не знала, такой лайфхак. Спасибо. А скажите, пожалуйста, имеет значение, какая сковорода? Ну, на самом деле, да. То есть, зачастую сейчас в современной кухне используют тифоновое покрытие для того, чтобы меньше прилипали блины. То есть, а наши бабушки, как мы знаем... То есть, тифоновое – это хорошо, да? Это очень хорошо. Ну, мне всегда говорили, что нужно чугунную сковородку. Вот на чугунной день и пригорит. Ну, 21 век, поэтому технологии астрономически развиваются, и все давно уже перешли на тифон. А борты, я знаю, что используются в сковородке широкого диаметра с невысокими бортиками. Это для удобства, чтобы переворачивать блины. Так она и называется – блинная сковородка. А скажите, а что может испортить тесто? Ну, зачастую портят два фактора. Первый фактор – это забывают муку просеять через сито, так как мука не обогащается кислородом. А надо просеивать через сито. Да, обязательно, конечно. А второй фактор – хозяйки и повара очень часто забывают дать тесто настояться. И они думают, что оно сильно жидкое, и сыпят еще муку, еще муку, еще муку, и в итоге забивают тесто. Это две самые роковые ошибки. То есть мы добавляем немножечко масла растительного, мы просеиваем муку, и мы обязательно даем тесту настояться. Конечно. А имеет значение жарить блины на подсолнечном масле или на сливочном? Это уже зависит только от хозяйки. Дело вкуса, да? Да. Хорошо. А какие виды блинов вы узнаете, ну, кроме вот этих тоненьких, красивых, ажурных? Ну, блинов на самом деле очень много разновидностей. Ну, есть блин комом и есть ажурный. Какие еще есть? Есть, например, панкарок. Он также известный в Швеции и во Франции, как крепы. То есть, грубо говоря, это те же самые наши блины, но они максимально тонкие. Есть фанкухен. Это немецкие блины. В Америке их еще называют панкейки. Также итальянские креспели. Это те же обычные наши блины, но они их запекают в духовке. Обычные наши оладьи, так называемые, это тоже разновидность блинов. Драники, если кто-то не знал, это тоже есть разновидность блинов. То есть, разновидностей уйма. Ну, блины, конечно, вы назвали самые интересные. Сначала ты удивляешься, думаешь, что же это такое, а потом вы говорите какие-то привычные названия. Ты вспоминаешь вот эти толстенькие панкейки, вот эти тоненькие, да, которые вы упомянули, французские. Но есть еще такая штука, которая сегодня, блин, будут, ну, не сегодня, а может быть, на выходных все озадачены. Это что же купить и какую начинку сделать. Да, блины с икрой уже никого не удивляют, блины со сметаной. Есть какие-то привычные начинки, но вы, как шеф-повар, можете посоветовать что-то эксклюзивное. Вот, знаете, удивите нас, пожалуйста. Ну, вот сейчас вот очень много пользуются спросом, необычные какие-то сочетания. Я бы посоветовал бы использовать мягкий крем-сыр и запеченную тыкву. Это очень крутое сочетание. Действительно, ну, вот это такое, знаете, что-то редкое, это вкусно будет, да? Это будет сладкая начинка. Да, да, то есть можно использовать семгу и сыр маскапоне, можно использовать лосось с укропом, можно использовать сыр со шпинатом, можно использовать творожно-сливочные, грибные, глазуни с ветчиной, то есть совершенству нет предела. Спасибо большое, спасибо, Сергей, простите, это немножечко не перемотало. Простите, Игорь Балас у нас в эфире, шеф-повар, с очень реальными действующими рецептами. То есть 250, 250, 250 и три яйца, просеиваем муку, добавляем растительное масло, даем настояться и на раскаленной сковородке с любым маслом готовим. И вот эти рецепты начинок тоже для нас хороши, тоже хорошо зайдут. Друзья, но вспоминаем то, о чем говорил Сергей про туирей, что, ну, конечно, праздник желудка можем себе устраивать, но по большому счету это чистка души, и поэтому давайте воспринимать именно таким образом. Я надеюсь, что и первый эксперт, и второй эксперт сказали то, что вы хотели услышать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова